Благодаря вашим лекциям я встретила своего любимого человека, моего 7 месяцев. И мы поженились, у нас родился ребенок, и затем появилась такая проблема. Алкогольная зависимость, она у него раньше была до замужества, сейчас он находится в реабилитационном центре в городе Новосибирске. Он по своему желанию туда пришел? Ну, практически он уже был готов. Потому что выбора больше не оставалось, он находился на грани жизни и смерти. Потому что катился, деградировал очень быстро. В чем ваш вопрос? Вопрос в том, что прошли ли мы сейчас, на сегодняшний день, прошло 3 месяца, он сейчас помощник руководителя центра. Прошли ли мы тот этап... А помощник руководителя чего? Центра реабилитации. Он уже там сначала лечиться пошел, а теперь уже... Прошло, а потом... Уже руководителем стал, да? Нет, помощником. Почти, но у помощника тоже руководитель. Лековый еще руководитель, конечно. Ну, классно, здорово. Видите, как здорово развился человек. Отработали ли мы вместе, я, он, вот этот вот тяжелый кармический период, тяжелый период в нашей судьбе? Пока нет? Потому что у меня это было испытание тяжелое. Пока нет? Не закончился еще этот период? У меня, как бы, уверенность-то есть, у меня было в нем, в будущем. Можно видать, что это планета... Уверенность в будущем означает объем работы. Объем работы, да. Если это воспринимаете как разлуку, тогда это предательство. Бог вам дает вас в виде близкого человека. У вас нет выбора. Вы должны сражаться до последнего. Уверенность есть или нет? Вот, допустим, идет враг, допустим, на мой город. У меня нет уверенности, что я смогу его победить. Чего мне удирать? Нет. А там погибнут все. А куда удирать-то? Все равно он дальше пойдет. Нет вариантов. Можете заниматься сражаться. У меня, конечно, то желание в такой... Это не за него, а за себя. Это же ваша судьба? Да. Да, видите, вот вы не знаете это. В этом вся проблема. Мы думаем, что это не наша судьба, это не моя. Так не повезло просто, кажется. А бывает такое мысленное. Ну вот в этом вся проблема. И это, опять же, проблема означает, что мы не развитые. Мы не знаем прошлого своего, не чувствуем, что это наша судьба. Да, мы не понимаем это. Ну с какой стати вот он бы вам доставался, если бы это была не ваша судьба? Он меня много научил, я ему сейчас очень благодарна. А почему тогда вы говорите, мне он нужен или нет? Нет. У меня просто вера моя то крепнет, то ослабевает вообще. У меня тоже вера то крепнет, то ослабевает. Я сегодня думал, смогу лекцию прочитать, нормально или нет. У меня то крепнет, то ослабевает вера. Может мне не читать? Читать. И вот мне дальше продолжать молиться, бороться, что делать? Вам надо в принципе убрать это мышление из сознания. Вот эту опцию бросания надо убрать из своего сердца. Эта опция разрушает вашу судьбу. Вы не можете бросить свою судьбу. Это самообман. Если вы ее бросаете, вы получаете еще хуже. Вы же не знаете, что вы дальше получаете. То есть не рисовать будущие картинки, да, вот эти, само не выдумывать. И страхиваете себя. Да, вы зря выдумываете картинки. Вы лучше смотрите на прошлое, посмотрите на ваших родителей, посмотрите на предыдущие отношения перед этим, то, что у вас было. На эти, смотрите все то же самое. Что вы себе рисуете, что рисовать? У вас нет другого, как бы других вариантов вообще. Спасибо. Мне хочется еще один вопросик маленький. Хочется вот с этим человеком, от моего мужа, от второго ребенка подождать. Похоже, да. Сейчас у вас тяжелый период с ним идет еще. Он продлится еще где-то полтора года. Ну, то есть у вас еще будет тяжелее, чем сейчас состояние. Через 6-7 месяцев будет еще тяжелее. То ли вторая волна пойдет, то ли еще что-то, я не знаю. Ну, вот я вот предчувствую это, у меня вот такое волнение появилось. Да, волнение означает объем работы. С детьми подождать. У меня сейчас на глаз влияние идет, судьба действует, у меня на глаз влияет, на правый. Я сегодня йогой занимался, увидел, что если бы я ничего не делал, у меня уже отслойка сетчатки бы началась. Волнение такое у меня идет. А я не собираюсь сдаваться. И глаз не собираюсь отдавать судьбе. Муж и глаз это одно и то же. Разницы никакой нет. Просто есть судьба, которая действует непосредственно внутри тела, а есть действие снаружи тела. Но разницы нет. Продолжать молиться. Работать надо. Мои хорошие, поймите такую вещь, что вот, ну, как бы, мы живем в этой жизни с таким твердым желанием быть счастливыми здесь. Я говорю так же про себя. То есть, и не то, что я там лучше вас живу. Вот. Мы живем с твердым желанием быть счастливыми. Но эта жизнь нам дана Богом. И Бог ее дал нам для того, чтобы мы вот этот тяжелый период, в котором мы живем сейчас, тяжелый период, это самый главный период нашей жизни. И чтобы мы хотя бы чуть-чуть приблизились к Богу, помолились хотя бы чуть-чуть, посражались за свою судьбу. Вот для этого мы живем. И когда этот период наступает, мы начинаем, да не хочу я сражаться, я хочу счастья, давай мне мое счастье. Мы Богу говорим. Он думает, ну, зачем тогда человек вообще родился на этот свет? Потому что здесь нет никакого счастья. Мы вот все, что мы здесь балдеем, наслаждаемся там какими-то временными радостями. Это все очень слабенькие наслаждения. Человек достоин большего. Но это больше он может получить, если он работает над собой, развивается. Есть много видов жизни, которые мы даже не знаем в этом мире. Мы достойны большего. Душа достойна большего. Но мы вот живем теми радостями мелкими, которые здесь есть, не понимая, что Бог нам дал эту жизнь не для этих радостей. Это всего лишь передышка. Самый главный период вашей жизни идет сейчас. Потом вы не будете так сильно напрягаться в своей судьбе, как сейчас. И поэтому потом уже вы развиваться не будете. Вы развиваетесь сейчас. Восстаньте против своей лени души. Начните молитву. Начните сражаться со своей судьбой. Наградой будет ваш добрый человек, который находится рядом с вами. Который вы в сердце предаете постоянно. Хотя и просили его у Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok